Как обстоят дела с политическими процессами, которые рассматривают судьи? Насколько объективно они расследуются? Во-первых, политические дела в последнее время у нас почему-то практикуются, что они в закрытом режиме рассматриваются. В закрытом. То есть это в следственных изоляторах, под видом того, что количество подсудимых большое, нет помещения, невозможно обеспечить безопасность, ну там прочие эти поводы. И само по себе рассмотрение таких дел в закрытом режиме, это уже говорит о том, что и судьи, и органы предварительного следствия, они не хотят, чтобы их недостатки были разглашены. То есть не дать огласки. Потому что, во-первых, по политическим делам подряд пытки применяются. Их заставляют под пытками признаться в совершении преступления. Я сама лично, вот, в 2015 году по нескольким таким делам принимала участие. Кроме их признательных показаний, абсолютно у органов предварительного следствия нет доказательств. Таких убедительных доказательств, бесспорных, что человек совершил преступление. Кроме признательных, были следы, следы побоев, были пытки. Мы снимали, мы писали, но реагирования абсолютно не было. А когда дело уже поступает на рассмотрение в суд, судья тоже всячески старается, чтобы вот эти недостатки не были озвучены, не было гласности, они огласки боятся. Потому что фактически, я не знаю, может быть человек виновен, может быть виновен, может быть он террорист-экстремист, но органы не смогли доказать его вину. Так не смогли доказать, его надо отпустить, его надо оправдать. На то и у нас есть органы предварительного следствия. Бремя доказывания лежит на следователя. Следователь обязан доказать его вину, а его виновность проверяется судом. Если все это не устанавливается и не доказано, человек подлежит оправданию. Это не я говорю, это закон предусматривает. Но у нас фактически как? Абсолютно нет доказательства. Доказательствами на сегодняшний день только их признательные показания, а признательные показания под пытками. У нас уйма доказательств были, когда я и генеральному прокурору отправляла, и министру, и плод дошло до того, что и президенту республики я отправила, и фотографии, и съемки со следами побоев. Я здесь делаю замечания только в адрес судеб, потому что суд – это окончательный орган, где выносится вердикт. Либо человек виновен, либо невиновен. Хорошо, следователь решил, что человек совершил преступление. Но это его личное убеждение. Он смог доказать, не смог, собрал, не собрал доказательства, но он дело передает в суд. А суд уже должен разобраться, насколько его виновность доказана или не доказана. А у нас фактически такие политические дела объективно не рассматриваются даже. Им достаточно, что статья идет под экстремизм или терроризм. Уже заранее судебный переговор уже есть.